Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире радиостанции «Голос надежды» звучит программа студенческого радио из Заокска. Все за и против. Выбор за тобой. Про контр на ЗОВ-ФМ. Всем-всем привет, дорогие наши радиослушатели. Свершилось, наконец-то мы вместе с вами после такого небольшого короткого перерыва длиной в месяц. Небольшого, но короткого. Да. И мы начнем. Мы начнем, собственно, нашу рубрику, которая ознаменует популярная такая книга, которую многие люди, насколько я знаю, читали. Эта книга называется «Просто». Очень. Просто путь. Вот, путь она и есть. Авторство Шейн Клейборна. Вот как бы и так, в целом. Что это за книга? О чем автор пишет? В общем, что это за автор? Тоже очень важно. Что это за автор? И обо всем этом мы сегодня будем с вами рассуждать. Причем она такая из необычных, можно сказать, книг. Из совсем необычных, я бы даже сказал. Ну, конечно, конечно. У нас тут простые книги, понимаешь, не появляются, в принципе. И автор пытается донести идею такого радикального христианства, как бы настоящего христианства. И он пытается оттенками этого термина как-то играть, о нем думать, рассуждать. И, что самое главное, на своем жизненном примере это все показывает. И вот в эту книгу мы с вами и окунемся сейчас, после небольшого музыкального перерыва. Перерыва Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, а мы начинаем Собственно, само обсуждение Этой книги Не волнуйтесь, друзья мои Мы ее прочитали У нас было время И Вначале, знаешь, давай Посмотрим на обложку на ее Потому что обложка достаточно вызывающая Она такая в целом вся желтенькая-желтенькая Я бы сказал коричневая Коричневенькая, прям коричневая И слоган жизни Путь Как жить по-христиански сегодня Реально изменяя жизнь Вообще на передней обложке три цитаты Из книги Прямо испрещена Можно было больше, видимо, но они не знали об этом Одна из цитат Люди отвергают Бога из-за мрака Лицемерия и корыстолюбия Которые они видят в церкви Можно ли после этого быть верным Христу? И еще одна Загляните в глаза иракскому ребенку Пережившему бомбежку Индийскому прокаженному Голодному бездомному И вы увидите Что на вас смотрит тот Кто создал этот мир Мир Выстретите Бога Что дальше? То есть Даже из этих Казалось бы Простых цитат Можно увидеть, что автор задает очень серьезные вопросы Прежде всего читателю И Я просто расскажу О моих впечатлениях Каково было Прочтение этой книги для меня Как бы в первый раз И откатимся ко временам моей юности Тогда еще был Зачем так далеко? Молодой Молодой, зеленый Как бы И книга купила меня Своей, знаешь Искренностью Своей практичностью Потому что в книге Описывается Реальный жизненный опыт Автора И как бы Когда ты видишь Что это действительно Может быть И вот это радикальное христианство Которым он заявляет Что вы можете это сделать Это действительно Каким-то образом Таким тебе Прельщает Можно сказать Что ли тебя Если Годится это слово Это предложение И По-моему Как бы Для меня тогда Было очень актуально Особенно Некоторые моменты Из этой книги А у тебя Как оно состояло? Ну у меня Немножко по-другому было Если ты говоришь о том Что Тебя купила эта книга То я могу сказать Что я купил эту книгу О нет Вот Я ее начал читать И как-то у меня сложилось Очень неоднозначное Неопечатление Потому что Автор описывал В принципе Правильные вещи Но В слишком радикальной оболочке Странные замашки Да То есть Ты читаешь Ты понимаешь Что в принципе Он прав Что Во многих вещах Да Нам нужно действительно Поменять свой взгляд Своё мнение Свои действия Но в целом Когда ты смотришь На эту картину Которую он предлагает Ты задаёшься вопросом А так ли именно Должно всё Быть на самом деле Вот То есть Что есть Эта книга Эта книга Практически Можно сказать Это и есть Жизненный путь Автора Этой книги Шейна Клейборна В которой Он вставляет Свои Как Выводы Что ли Относительно Некоторых Как бы Мест писания Некоторых моментов Его жизни Относительно Поведения Многих людей И приглашает К размышления Также И читателя Чем ещё Мне она понравилась Как бы Что автор Он приводит Цитаты Некоторых людей Вот Допустим Сэрина Керкигора Он цитирует Свои книги И эта цитата Когда в первый раз Я её увидел Она Очень Очень Меня поразила Понравилась Мне А также К ней мы ещё вернёмся Да Также Дальше Он ещё цитирует Льюиса И ещё многих Как бы Христианских Таких Мыслителей Как бы Вот В принципе Можно сказать Что в этой студии Сейчас сидят Два адепта Один Керкигора Другой 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 Да Как бы Но меня Подкупила Тогда Именно Цитата Керкигора Потому что Льюис Там Из Хроники Нарни Она В тему Не очень Шокирующая Интересная Ну Ладно Книга Очень похожа Мне кажется По духу Даже не по стилю А по духу С такими Книгами Как Хижина И Перекрёстки Как бы Того же автора Недавно Вышла книга И ещё Одна есть Тоже Неплохое Такое Произведение Значит Вам Не хочется Ходить В церковь Тоже Очень Такая Неоднозначная Тоже Неоднозначная Книга Как бы Вот Своей Неоднозначностью В принципе Они и Похожи Кто Такой Этот Автор Этот Шейн Клейборн Очень Интересный Он такой Человек Мы особо Не заморачивались Взяли и скопировали Статью из Википедии Что ты Все Козыри Из рукавов Сразу Повытаскивал Хорошо Не все Скопировали Из статьи Википедии А я тебе Вот по-другому Скажу Мы когда Готовили выпуск Я наткнулся На его Биографию В одном Из форумов Где Эта книга Обсуждалась И вот там Уже была ссылка На Википедию А я скопировал Именно из форума Поэтому Понимаешь Хорошо Убедил я тебя Ну ладно Давай Вообще Шейн Клейбон Что о нем Можно сказать Он родился 11 июня 1975 года Вырос В восточном Теннессе Теннессе Это один из Американских штатов Вот Он учился В восточном Университете В котором Изучал Социологию Молодежное Пастерство Он Выполнял Свою выпускную Работу Для восточного Университета В соседнем Колледже Уитонском В городе Не поверите Каком В городе Уитон В штате Иллинойс И там Будучи там Он проходил Стажировку В одной из Церквей Вот Там в принципе Он и познакомился С тем подходом Который он Написывает В книге То есть Вот это Служение Бедному Служение Нищим Обездоленным Как бы Не раз Он упоминает О своем Наставнике В этой Книге И видимо То есть Свой взгляд На христианство Он перенял У него И возможно Там и познакомился С ним Он также Потом Позже После всех Своих Жизненных Приключений Можно сказать Основывает Но не один В этой книге И приводит В основном Он придерживается Таких Как бы Радикальных Взглядов На христианство Вообще На жизнь Как бы Если что-то делать То делать Очень хорошо Он придерживается Этики Ненасилия Ганди Он придерживается Еще прочих Прочих Положительных Вещей Таких Как охрана Природы Очень увлекается И считает Это очень Очень важным Ну стоит Сказать о том Что Он был По сути Учеником Или последователем Мать Терезы Потому что Он вместе с ней Работал И трудился В Индии Вот И он видел Ее работу Он трудился С ней бок о бок Помогал Нищим Обездоленным Тем людям Которые Были покинуты Окружающим Их миром И Он Вот этот опыт Общения С этой Замечательной Великой женщиной Описывает в этой книге Ну книга Не полностью Этому посвящена Но Очень Да Очень важное Внимание Он этому уделял И как бы Общая суть Мировоззрения Его Можно сказать Что Тот опыт Который он там Обрел в Калькутте Работая с Матерью Терезой Он был Фактически Определяющим В его жизни Ну не будут Как бы так говорить Прямо Как будто Я на 100% В этом уверен Но дух книги Как бы примерно Вот таков После небольшого Так же музыкального Опять же Перерыва Мы перейдем К самому интересному Это к важным идеям Этой книге Которую она пытается Донести И ее особенностям А сейчас Можно Насладиться Музыкой Читай книги Будь личностью Про Контра Назово ФМ И все правильно Действительно Так и есть И сейчас Мы приступаем К важным Идеям Которые Содержатся В книге Шейна Клейборна Путь И первое И наверное Самая главная У него Идея Такая Это То что Следует Отвергать Как бы Так Укоренившуюся Пассивность Христианства Причем Вообще-вообще Отвергать И Вот эту Вообще-вообще Пассивность Потому что Автор Шейн Клейборн Он Просто Не переносит Кабинетную работу Христианскую Для него Христианство Это Это прежде всего Дело Дело Именно Практическое Дело Дело Как Служение Ну Просто Кто Расценивает Дело Как И Теорию Тоже Как Дело Составление Теории А кто Понимаешь Ли Пускается Значит Бегать Прыгать И что-то Делать Руками И ногами То есть Активная Деятельность Такая Да Но у каждого Своё понимание Опять же Вот Что касается Ещё важных Идеев Можно отметить Что Автор Говорит о том Что Результат Достигается Вернее Даже Начинает Достигаться Не только Из-за труда А из-за Простого Твёрдого Решения То Приходит Пример Что Двое Знакомых Которые Разочаровались Церкви Пошли Просто По городу И начали Спрашивать У людей Как они Относятся К своей Общине Те Кто Говорили Что Вполне Хорошо Относятся Они Оставляли В покое А Когда Находили Недовольных Людей Своей Общиной Одна из самых Больших Церквей В Соединенных Штатах Америки Состоящая Из таких Людей Которые Изначально Сомневались Или Не доверяли Своей церковь Вот еще По поводу Этого Или Там есть Просто тоже Интересный Момент Он вообще Много Описывает Таких Жизненных Вещей Когда Они соцопрос Устраивали Про церковь Вот кстати Мы подойдем Сейчас К этому О том Что Они пытались Вызвать Какие-то Ассоциации Как бы И То есть Они должны Были назвать Слово И им Должны Были Дать Какую-нибудь Ассоциацию То есть Такой Социальный Соцопрос Был И Они когда Спрашивали Там То есть Пчела Там Медведь И внезапно Так Хоп Христианин Короче И Они Не Не услышали В принципе Ничего положительного Из ассоциаций Никаких Ответов То есть Там Было Такой Так Закрепощенность Традиции Ну вот Такое Все Как бы Сухое Нежизненное Неинтересное И Вот Прочее Такое То есть Как бы Церковь Как бы Сама себе Такую славу Стяжала За свою историю Ну как бы Так Вот Есть о чем Подумать И еще Дальше Насчет Церкви Тогда Истяжающей Свою славу Важная Идея Книги То есть Настоящее Христианство Заключается В Это Как сказать В моем Понимании Одна из важных Идей этой книги Как бы Я не смог Полностью Сформировать Настоящее Христианство Заключается Именно в Социальной Работе То есть Там нету Такого Что Обязаны Должны быть Богослужения Такое Что это все Как бы Оно Не нужно Если социальной Работы Нет Если ты Бедным Не помогаешь То твое Христианство Оно По сути Как бы Ненастоящие И если Ты там Не находишься В низших Слоях Населения То Добровольно Отказавшись От всего То ты Опять же Не понял О чем Христос Тебя Призывает Ну да Он еще Говорит О том Что Христос Он же Не собирал Никих общин За ним Просто Ходили люди Он просто Ходил Проповедовал Исцелял Помогал Людям И тем самым Проповедовал Царство Божие Некое Как бы Его понимание Это тоже Так вот Царство Божие Такая вещь Интересная И Конечно Я не знаю Как автору Удается Закрывать глаза На то Что Иисус Поставляет Петра Как Иисус Вообще Поставляет Церковь И Сам Инициатирует Как бы Ее Начинание И Сам благословляет Это все Ну ладно Как бы Он против церкви В принципе Ничего и не говорит Он даже в конце В итогах Когда он подводит Говорит Как бы Да И нам нужны Консерваторы И либералы Потому что Благодаря ним Церковь стоит И церковь Это хорошо Но церковь Как бы должна быть Другая в его понимании Ну да Он по сути Переосмысливает Эту роль И вообще Миссию церкви Делая акцент На такой Социальный аспект То есть Он говорит о том Что миссия церкви Помогает людям Но Он очень много Времени уделяет Этому Очень много Внимания То есть Как будто бы Он впадает В какую-то крайность Начинает Отстаивать Это То есть Мы должны Заниматься Социальным служением Помогать людям Проповедовать Нищим Ехать в разные страны Это все здорово Причем И только этим И заниматься Да Вот это вот Только но Оно Как-то Ты так задумываешься Вроде бы Да Автор прав То что мы должны Помогать людям Знаешь Можно ремарочку Просто Тебе кажется Что автор прав Именно потому Что в принципе Ты в практической жизни Этого мало видишь Ты видишь Что есть нужда В этом И поэтому Тебе вот С точки зрения автора Импонирует Извини пожалуйста Что-то перебиваю Ну как В жизни Видно было Разное То есть допустим Вот все помнят Да Кто учился в Зокском Здесь был парень Такой Коля Романенко Его звали Вот он В принципе По сути Продвигал здесь Все социальное служение Вот И все просто Вот ходили И восхищались им Все видели Его посвященное служение Все видели То что он делает И как это было Искренне Не напыщено И Я не видел Ни одного человека Который бы Плохо о нем Отзывался Здесь в Зокском Другой вопрос Стоит ли только Этим и заниматься Автор говорит О том Что это должно Быть центральным Вообще Аспектом Христианской Миссии Ну А как же Тогда другие Аспекты То есть Да Мы помогаем Людям Да Мы говорим О Христе Но при этом Мы не приводим Людей в церковь По сути Автор говорит Что люди Сами захотят Они придут Вот Главное Им показать Путь Спасительные отношения Как бы Со Христом Они отходят Чисто на Практический Такой смысл Да Самое главное Отношение Человека Человека По сути По сути Так Такой как бы Социальный Больший аспект И Эту точку зрения Он пытается Как бы Подтвердить Библейскими Цитатами Как бы Причем Некоторые Из них Как бы Стоят Ну вроде бы В контексте Некоторые Можно еще подумать Так ли он их В принципе Применяет То есть Некоторые Манипуляции Отслеживаются Может быть Даже Злоупотреблением Но тем не менее Дальше Вот допустим Есть там Несколько Радикальных Высказываний И Она же И является Важной идеей То что Иисус был бомжом В принципе Ну вот Он сам пишет И есть там Такой небольшой Как бы раздел Иисус был бомжом Вот Эту Эту фразу Он сказал В суде И Как бы Суде Ему сказал Что Резонанс Такого Да Да Как бы Там В общем Общество Было настроено Против Одной Небольшой Как бы Общины Бедных Насколько Мне помнится Ну вот Пояснить Что-то По этой Фразе Да То есть Нужно сначала Сказать Что он имел Ввиду Этой фразе То есть Он говорил О том Что да Иисус был Бомжом Но в каком Смысле Иисус Говорил Что И у лисиц Есть норы У птиц Есть гнезда А сыну Человеческому Негде Голову Преклонить То есть У Иисуса По сути Не было Постоянного Места жительства Если так Можно сказать Словами Клейберна За Иисусом Постоянно Ходили люди Он Постоянно Был в пути В путешествии То есть Он Ночевал Там Где его Примут У него Не было Такого Что он Вот Утром Вышел Поповедовать Вечером Вернулся Домой Отдохнул Иногда Просто ему Приходилось Ночевать Где-то в горах Или вообще Не спать Ночами И Особых Средств К существованию Ни у него Ни у его Учеников Не было Была такая коробочка Они собирали туда Денежку И По всей видимости Денежки там Было не так много Вот То есть Мне кажется Автор имел ввиду Именно это Ну И еще одно Что я дополню По-моему Как бы Это Высказывание Не совсем Чтобы справедливо Потому что Иисус был бездомным В силу Своей миссии Да И в силу Чисто добровольного Решения своего Ну Если можно так Конечно сказать По-моему Можно И Тут не стоит Вопрос о том Что он был Нуждающимся Или еще что-то Он всецело верил Отцу своему небесному И у него были на это Собственно Все основания Но Автор Как бы Призывает Немножко К Вроде К этому Но вроде бы Как бы Не совсем К этому Да Я с тобой Полностью Согласен То есть Действительно Иисусу были причины Так поступать И вести Такой образ жизни То есть Это было не просто Его приехать А это Было его По сути Назначение И еще И еще Одна вещь Которая Мне Немножко Как бы Импонирует Важные идеи Ну Здесь Он отслеживает Допустим Даже В том же На той же Обложке Цитата Приведена Что ты Глянешься В глаза К бедному К прокаженному И увидишь Там Бога То есть И Такие идеи Прослеживаются У него Что святость Есть в мелочах И в неважных Для как бы Для повседневной жизни Вещах На то Что мы не обращаем Внимания Возможно Где-то Это действительно И есть Да Даже Нечего Добавить Твоим словом Ну вот Особенности Книги Сейчас мы Мягко И Так Чутко Подошли К ним Что Мне Понравилось Когда я читал То есть Когда автор Пишет То о чем Я уже упоминал Автор пишет И вот Это обилие Жизненного Опыта Автора Множества Интересных Историй Которые Он приводит О своем Вот этом Как бы Сути Его жизни И вот Этом Пути Который Он Избрал Оно Все есть То есть Ты видишь Что это Не сухая Теория Что это Действительно Возможно И Это Многим Людям Как бы Нравится Потому что Ни один И не два И не три Отзыва Плохие Ой Хороших Я об этом Читал Об этой книге Ну да Вот насчет Интересно Говорит о том Что Все-таки Мы должны Правда Переоценить Переосмыслить Даже Свою миссию Личную миссию Миссию церкви Он говорит Ребята Хватит сидеть на месте Вокруг Столько Всего творится А вы этого Не замечаете И Люди так нуждаются Вас Идите Что-то делайте В этом плане Я с ним полностью согласен То есть Нам правда Нужно тогда Оторваться Просто от кресла От дивана Адековать И Просто идти И служить Идти и служить людям Кстати интересно Он приводит цитату Льюиса А тот не был Особо активным В принципе Человек Занимался Знаешь Сидячей Обычной деятельностью Но сказать Что он Он плох Я не знаю У какого здравого Человека Повернется язык На такой ляп Вот Это просто Моя ремарочка Такая Сейчас почему-то Подумалась И Еще среди Особенностей книги Действительно Многие моменты Которые мы Недооцениваем В жизни И В словах Христа Есть Много Такое Что К бедным Действительно Требуется И прилежание И подход И отношения Как бы Он говорит Что я был в темнице Посетили меня Как бы Нуждался В общем И вы сделали И тем самым Сделали мне добро То есть Это действительно Есть в Библии И присутствует И мы Об этом забывать Ни в коем случае Не должны И каждый раз Может быть По каким-либо Причинам Если мы Отворачиваемся От нужды То Как бы Мы сами На себя Все вот эти Негативности И собираем Вот Ну что еще Можно сказать Насчет Особенностей Книги Книга сама По себе Очень радикальная Автор об этом Предупреждает Что в самом начале Вот И в принципе Дальше читая эту книгу Ты встречаешь Что В принципе И говорит Она об очень Радикальных вещах Вот Но при этом Он об этом Говорит очень легко То есть Язык Абсолютно Несложный Абсолютно Понятный Ты Все разумеешь Что читаешь И как-то Ты Воспринимаешь Эту радикальность На Понятном тебе Уровне Вот Я когда Готовился К выпуску Я Взял книгу В руки И Уже хорошо Нет Наконец-то Мы с тобой Спорим об этом Когда-то уже Книгу возьмешь Чтобы обсудить Я Вот Взял книгу В руки И Ну Начал читать Главу И она так быстро Знаешь Пошла Как-то Вот Ложится Так На сердце И все Но это может быть Просто Стиль автора Он такой Как бы Живой Интересный И И стоит Того Чтобы Прочитать Вот Сейчас мы Прервемся На небольшой Музыкальный Перерыв Дальше мы Несколько цитат Интересных Выбрали Для нас Для обсуждения Как бы Их Несколько Интересных Идей Которые Автор Еще Плюс К тому Что мы Уже Обсудили Высказывает И вообще Чтобы больше Понять нам Его И его Книгу И то Стоит ли Все-таки Как-то Быть Аккуратным При чтении Или нет Вот А сейчас Можем Насладиться Музыкальным Перерывом Наша передача На этом Заканчивается Ждем Ваши отзывы Об этой программе Пишите нам По адресу 127 473 Москва Абонянский Ящик 3 Христианская Радиостанция Голос Надежды Адрес Нашей Веб-страницы В интернете www.golosnadежды.ru До свидания Господь Да сохранит Вас всех От зла Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok